ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У озабоченного одно на уме, у заботливого другое. Пока американцы недовольствуют по поводу пермских моторов, в Перми провели тендер по перевозкам по Северному кладбищу. Как так? Поясним. На нашем корабле множество флагов, но нет белого. В рейтинге политической устойчивости регионов пермский край шестой месяц движется вверх. Отчего? Разъясним. В чем тайна власти доллара и доколе он еще будет власть? Американское рейтинговое агентство Moody's решило ответить на этот вопрос. И этот ответ многим не понравился. На сегодняшний день только лишь доллар способен максимально обеспечивать удобство и ценовое преимущество в международной торговле. А его доля в глобальных резервах остается недосягаемой для альтернативных валют, заявили в международном рейтинговом агентстве Moody's. И пройдут десятилетия, прежде чем мировые центробанки смогут изменить эти пропорции. То есть доллар остается де-факто мировой резервной валютой, каковой является уже более 60 лет и в обозревом будущем. На него приходится 63% мировых валютных резервов, на втором месте евро 20% ссылаются в рейтинговом агентстве на данные МВФ. Доля ни одной из других валют конкурентов не достигает 5%. Юаню нужно еще какое-то время, от 7 до 10 лет, на продвижение на мировой арене, говорят эксперты. Конкурентом доллару в долгосрочной перспективе мог стать фунт стерлингов, но из-за процесса Brexit его перспективы на следующие лет 5 тоже неопределенны. Вот и получается, что до сих пор реальных конкурентов доллару в мировых расчетах нет, хотя стоит признать, что его доля в мировой торговой системе снижается, так как страны переходят на расчеты в национальных валютах. Правда, за доллар к тому же играет тот факт, что цены на нефть формируются в долларах, и торговля тоже ведется за доллары. Есть даже специальный термин «нефтедоллары», и что-то менять экспортеры пока не готовы. Стоит признать, что пользоваться преимущественно долларами в мировой торговле привычно, удобно и надежно. И вряд ли в ближайшее время что-то кардинально изменится. Наша страна с 2002 года переживает уже четвертую волну изменения пенсионного законодательства, констатируют аналитики журнала «Эксперт». Правила игры меняются настолько часто, что как накопить на будущую пенсию и что будет с этими накоплениями через несколько лет, уже никто не понимает. Депутаты, единогласно поддержавшие принятие закона о пенсии, в первом чтении согласны, что размер пенсии должен быть выше прожиточного минимума. И обещают подготовить ко второму чтению закона поправки, которая ослабит реформу, но не изменит ее сути. Политологи и социологи отмечают, что больше всех повезло на этот счет женщинам. Их коснулось наибольшее количество поправок. Президент России заявил, что понятие пенсионного возраста для женщин необходимо повысить на 5, а не на 8 лет, до 60. Сейчас он составляет 55 лет. Для мужчин президент считает нужным установить возраст выхода на пенсию на отметке в 65 лет. Сейчас это 60 лет. Реформа в первую очередь коснется мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Они выйдут на пенсию в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Также президент предложил сделать досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше срока. Если четверо, то на 4 года. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет, пояснил он. Также он отметил, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, нужно уменьшить на 3 года. Для женщин до 37 лет и для мужчин до 42 лет. Также, по словам Владимира Путина, с 2019 года нужно увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста. С 4900 рублей до 11 тысяч с лишним. Вести надбавку 25% пенсионерам со стажем в 30 лет в сельском хозяйстве. Вести административную и уголовную ответственность для работодателей, которые не берут на работу людей предпенсионного возраста. Рассуждая о том, какой должна быть пенсия, многие экономисты отмечают, что в современном мире она должна обеспечивать прожиточный минимум. В Пермском крае прожиточный минимум для пенсионеров сегодня составляет почти 8300 рублей. Минимальная пенсия – 8500 рублей. Если же у человека есть еще и добровольные пенсионные накопления, то сумма пенсии будет еще выше. Так что на бумаге все вроде бы хорошо. Предлагаем вашему вниманию две очередные новости госзакупок и одну новость из США. Оповещать жителей Прикамья о чрезвычайных ситуациях будут по новой системе. Тендер на перевозки по северному кладбищу выиграл ИП с фамилией перевозчиков. Американский журнал выразил озабоченность установкой пермских двигателей на российский разведывательный самолет. Теперь обо всем по порядку. В Перми появится совершенно новая региональная система оповещения ОЧС. Это первая новость госзакупок. На это будет выделено 73 миллиона рублей. Заказчиком тендера выступило учреждение гражданская защита. Подрядчик определяет 4 октября. А выполнить все порученное он должен уже к 10 декабря 2018 года. Между тем предыдущая система создана еще 41 год назад. Имеющиеся три сотни электросирен и управляющие оборудования за эти годы поизносились. И охват населения края оповещением об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций не дотягивает до 75%. Вторая новость. По северному кладбищу граждан будет возить пазик. На двухлетний подряд стоимостью в миллион рублей нашелся только один претендент. Он и победил. Цена вопроса чуть более миллиона рублей. Пазик, конечно, не Мерседес, но зато в церковные праздники и по выходным граждане будут ездить на нем бесплатно. Согласно техзаданию, график работы автобуса с 10 до 18 часов. Интервал движения 15 минут в Троицу и Троицкую субботу и полчаса в прочие выходные дни. Маршрут Кольцевой с 13 остановками. Третья новость. Из-за океана. Новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения на базе Ил-76 с пермскими двигателями ПС-90А еще до поставок в ВС уже вызвал озабоченность за океаном. Он может стать серьезной проблемой для НАТО, считают США. Журнал «Национальный интерес» цитирует источники в российской оборонке, которые утверждают, что обсуждение контрактов на поставку самолета в Вооруженные силы России начнется уже в конце этого года или в следующем году. Если все срастется, такая госзакупка обеспечит пермских моторостроителей заказами на годы вперед. Ах, рейтинги, ах, рейтинги! Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам августа в 2018 году. Пермский край, который находился в группе регионов со средней устойчивостью, в очередной раз немного улучшил свои позиции. А ведь еще год назад Пермский край был в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью. На сегодняшний день ситуация изменилась. Согласно рейтингу, самый социально-политически устойчивый регион России с оценкой более 8 – это Ленинградская область. Самый неустойчивый с оценкой 4 балла – Карачаева-Черкесия. Что касается регионов ПФО, то среди них самый-самый – это Республика Мордовия. Она единственная в нашем федеральном округе, получила более 8 баллов и входит в число регионов с максимальной устойчивостью. Далее идут два региона с 7 баллами и высокой устойчивостью. Это Татарстан и Оренбургская область. Пермский край на четвертом месте в ПФО. Он входит в группу регионов 6-ти балльников и лидирует в группе со средней социально-политической устойчивостью. Нижегородская, Самарская, Кировская и Волгоградская области с 5 баллами входит в число регионов с пониженной социально-политической устойчивостью. А вот Удмуртия с 4 баллами и вовсе со слабой. Мордовия впереди всех в ПФО из-за реализации в Республике дорожных проектов. На рейтинг Прикамья позитивно повлияло соглашение с РЖД о выкупе бывшего товарного двора в Перми и строительство за счет этих средств современного транспортно-пересадочного узла, а также строительство дорог, в частности, завершающего участка восточного обхода Перми. Мы выполняем обещание поддерживать высокий уровень расходов не только по муниципальным дорогам, но и по дорогам региональным. В прошлом году на строительство и ремонт региональных дорог мы направили более 6 миллиардов рублей. В 2016 году для сравнения это было 2,8 миллиарда рублей. То есть мы существенно увеличиваем. В этом году в связи с необходимостью балансирования бюджета суммы предусмотрены чуть меньше, но мы изначально договорились, что объемы работ будут сделаны не меньшие в этом году. Просто часть оплаты мы переносим на 2019 год. Автомобильная дорога восточный обход города Перми, 4-9 километр. Стоимость реализации проекта порядка 1 миллиарда рублей. Срок реализации проекта конец 2019 года. Думаю, что мы справимся. Напомним, рейтинг фонда «Петербургская политика» ежемесячно публикуется с осени 2012 года. Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-бальной шкале, где 10 – максимальная оценка, а 1 – минимальная. Торговая война, дисбаланс сил на мировой арене, огромные государственные долги – все это в ближайшей перспективе может привести к очередному глобальному кризису. 15 сентября миновала годовщина мирового кризиса 2008 года, связанного, как отмечают эксперты, с кризисом ипотечного кредитования в Америке в 2007 году и цикличностью экономического развития. И по мнению экономиста Скотта Макдональда, этот кризис может повториться из-за раздутого суверенного и корпоративного долга и утраты доверия инвесторов, сообщает портал Prime. По его словам, одним из ключевых факторов, которые могут повлиять на ситуацию, является доверие инвесторов, которые можно пошатнуть, если торговые войны выйдут из-под контроля. Так что следим за развитием событий на международной арене и не забываем про цикличность экономики. Это была программа НЭП. Ее ведущий Игорь Ганин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова